Здарова, это Шамшурин и это второе видео из цикла моих заключительных видео с подходами, то есть моих финальных видео с подходами. Останется еще одно и ты увидишь его уже буквально на днях. Напоминаю, причина в том, что я женюсь ближайшие несколько месяцев. У меня есть любимая женщина и это первая причина. Вторая причина в том, что толку от того, что ты будешь смотреть эти подходы нет никакого, потому что просто смотреть и бездействовать, ну это не результативно. В своем случае нужно брать себя за одно место и валить на улицу практиковаться. Собственно в этом подходе я также прокомментирую какие-то моменты важные, которые считаю нужно для тебя донести. Но прежде чем я начал это делать, у меня для тебя охренительная информация, которую тебя ни в коем случае нельзя пропустить. Информация следующая. Я решил устроить бесплатный марафон длиной в месяц на своем youtube канале. Что это значит? Это значит следующее, что я буду в ближайшее время, в ближайшие несколько дней этот марафон стартует. Тебе нужно не пропустить его и обязательно следить за канал. Мне по большому счету надоело то, что люди задают плюс-минус одни и те же вопросы. Но те, кто приходит на тренинги, они задают конечно там какие-то более глубокие вопросы из практики, а кто мне пишет в личку, они спрашивают одну и ту же хрень. Мне надоело, что вы бездействуете, вы задаете одни и те же вопросы. Я решил в бесплатный доступ выложить основные базовые задания со своего тренинга, которые я даю на своих живых мероприятиях. Вот и это очень крутой контент, то есть это вообще очень крутое мероприятие. Что будет происходить? Значит марафон будет идти целый месяц, 30 дней. На протяжении этого марафона я каждый день буду выкладывать видео на этот канал и в этих видео мы вместе с тобой пройдем путь вместе с практическими заданиями. То есть это будут небольшие по длине видео, но они будут контентные, в них будет практическое задание в каждом видео. Для чего я хочу сделать этот марафон? Чтобы ты попробовал свои силы и понял, что эта штука работает. Каждый день я буду выкладывать видео, они будут в определенной последовательности. Очень важно, чтобы ты смотрел все эти видосы. Очень важно также, чтобы ты делал, выполнял те практические упражнения, которые я в них рекомендую. Также в рамках этого марафона я буду отвечать некоторым людям на вопросы, разбирать ваши ситуации и давать вам обратную связь. Но для того, чтобы участвовать в этом марафоне, несмотря на то, что видео будут выкладываться в YouTube каждый день, для участия в этом марафоне тебе необходимо перейти по ссылке под этим видео, зарегистрироваться в нем. И это и для участия, для того, чтобы ты мог получать обратную связь, задавать мне вопросы. Туда же я буду дублировать какие-то важные моменты, задания, упражнения. Обязательно нужно быть зарегистрирован. Для этого перейди по ссылке под этим видео и участвуй в марафоне. А сейчас, собственно говоря, второе видео из трилогии «Последние подходы Шамшурина». Смотрим. Ребят, здесь, к сожалению, мы не уловили звук, потому что наша супер волшебная техника не справилась с заданием. Но фишка в чем? Я подошел, я действительно молчал и смотрел на эту девушку. То в данном случае она не особо обращала внимание. Это первая причина, почему я не продолжил. Хотя можно было ее все-таки открыть и раздергать. Вторая причина, что она курит и, пожалуй, это самое главное. И здорово. У нас люди такие в стране, когда ты машешь рукой, они воспринимают это как агрессию какую-то. В смысле здорово. Хотя, наверное, лучше не махать им рукой. В чем фишка? Как мы делаем на наших тренингах тренинг-практика? У мужчин очень часто есть такая штука, как боязнь немых пауз, боязнь того, что они будут молчать и не найдут о чем поговорить. Здесь же есть упражнение, когда ты специально подходишь и молчишь. То есть, конечно, это все делается под нашим руководством. Не дай бог тебя за это посадят или забьют женщину. Но это очень хорошо работает. И потом с этого упражнения вы можете открывать. То есть, это такая ленивая открывашка. Вы подходите, смотрите. Девушки зачастую сами начинают задавать вопросы, а что случилось, а кто вы, что вы и так далее. И тут же вы уже подхватываете и понимаете, что нахер вас не пошлют. Что? Серьезно? В принципе, поэтому это является помехой к... Я говорю, поэтому... Сейчас чуть прям на минутку. Поэтому это является помехой для человеческого общения, да, или что? Я просто иду на работу, только это является помехой. Офигеть! Да нет, это тоже не является помехой. Здесь ты видишь ту же самую картину, собственно, в продолжении моего предыдущего монолога. То, что я также открываю девушку с какой-то немой открывашки. То есть, я иду, смотрю на нее, спокойно, особо даже много не улыбаюсь. То есть, девушка идет, обращают на это внимание. В данном случае питерский менталитет позволил ей самой начать общение. То есть, и она сама меня, получается, как бы открывает. Очень удобно. Плюс, как я это делаю? Я иду достаточно близко здесь, на самом деле, на тренингах. Мы с парнями специально отрабатываем упражнения, чтобы это было вообще далеко, на очень социальном расстоянии. Максимально не похоже было на знакомство, чтобы не врезались вы в их личное пространство. Но здесь я решил сознательно идти рядом. Я иду как прохожий. Смотрите, как я ее остановил. Если вы внутренне себе разрешаете это сделать, то это будет идти хорошо. То есть, как бы, если бы она не остановилась, я все равно бы через какое-то время распустил свои руки, я бы руками ее притормозил. Всему этому можно и нужно научиться. То есть, вы можете научиться девушку тормозить. Для этого нужно получить такой опыт. Если вы не можете самостоятельно, я еще раз говорю тогда welcome на тренинг. Ссылка под видео. Ссылка под видео. Где мы научим вас останавливать девушек таким образом, что это будет очень нативно, очень классно смотреться. Потому что у тебя такое блестящее платье, знаешь, ты прям панк в душе. Рок и дролл. Рок и дролл, да? Да. Не, ну ты круто выглядишь. Спасибо. Еще я слышал, что кольца на большом пальце, если это женщины, носят женщины... Это неправильно. Лесвиянки. То есть, это такая история есть, да? Есть такая история, это правда. Но это не относится к тебе, то есть ты любишь мужиков. Да? Офигеть. Можно я? Подожди секунду, сейчас можно сказать, мне повезло, да? Мне? Мне повезло, что ты любишь мужиков. Я не знаю. У меня, кстати, тоже такой валенок для ноутбука. Можно? Очень удобно. Да. Ему там, значит, всегда тепло. Смотри, здесь ты видишь такую штуку, как... Мои любимые темы, когда из ничего можно построить какое-то общение. Я смотрю, что есть в девушке, вижу кольца, понимаю, что есть какие-то знания о кольцах на больших пальцах девушек и выдаю это. То есть, это первое. Второе, я говорю про лесбиянок, косвенно про секс. То есть, это некий флирт, уже общение в сторону какой-то сексуальности. Еще раз напоминаю тем, кто не смотрел мой предыдущий подход, это не талант, это не какая-то, не дар с небес там и так далее. Я этому научился и готов и могу научить тебя. То есть, это очень много тонкостей и фишек, очень много отдельных каких-то аспектов, кусочков, которые отрабатывались отдельно и которые мы с парнями на тренингах отрабатываем отдельно. И потом они складываются в одну целую картину, а еще через какое-то время не перестают тобой осознаваться. То есть, ты это делаешь на автомате. И, значит, первое, что я из чего-то ищу тему для общения, общаюсь и всегда найду, и так же сможешь и ты, мы обязательно тебя научим. И второй момент, что вот смотри, я здесь говорю, что у нее чехол такой для ноутбука, похожий на валенок, это не просто прикол, то есть, я на нем сижу. Вот, и я понимаю, что у меня такой же, то есть, фишка в чем, что я ищу что-то общее. То есть, я бы не сказал, что это сильно, скажем, сработает в плане доверия, но с помощью таких вещей ты можешь ее доверие к тебе повысить, потому что у вас есть какие-то общие моменты в жизни. Это такая вот фишка. Как тебя зовут? Таня. Да сейчас, я тебя две секунды отпущу. Как тебя зовут? Таня. Таня. Меня Вова зовут. Как? Вова. У меня просто музыка играет. Ну, Таня, так уж можно было бы рок-н-ролл, да, я так уже понял, да? Нет. Такой скопанг, элизиум какой-нибудь, да? Нет. Слушай, но ты такая на капуках, там с разноцветной. Ты видишь, как пасхальные яйца у тебя вместо пальцев на ногах. Да не пасхальные яйца, ну ладно. Не пасхальные? Ну ты круто выглядишь, серьезно. Спасибо. Давай, увидимся. Я работаю, а вечером мы иду на вечеринку с Патушкой. А завтра ты планируешь поверечь, как бы, да, Таня? То есть, в принципе, у нас есть только ближайшие 24 часа и... Я не знаю, что будет завтра. Я знаю, что будет завтра, Таня. То есть, мы созвонимся и увидимся. Смотри, здесь ты видишь некую раскачку по эмоциям, которая тоже уже, скажем, дошла до автоматизма, но она состоит, если ее препарировать из специальных маленьких кусочков. То есть, есть любители, скажем, подобосрать, а меня, ну, как бы, их всегда хватало с запасом. Вам привет большой. Вот, они говорят, что вот Шамшурин там захваливает, какие-то комплименты. Не знаю, я считаю, что, в частности, в этом подходе там достаточно много стеба. И в чем прикол, что когда вы позволяете себе стебаться, легко общаться, шутить, угорать, смеяться над девушкой и так далее, она это все понимает, осознает, что мужчина сейчас не привязан к результату общения. Я же могу отморозиться, мне же может это не зайти. Говорю ей что-то хорошее, классное, веселое, она там угорала. Потом я подумал, что этого стало слишком много, да. Вот. Хотя, ну, немножечко подопускать на землю, я рекомендую девушек, которые начинают выпендриваться. Здесь она не выпендривалась. Я ей сказал, что у нее пальцы похожи на пасхальные яйца, что они действительно были, во-первых, разноцветными, во-вторых, надо было что-то говорить. А когда я делаю это на камеру, это всегда сложнее, и поэтому... Вот. Вот. И когда я это сказал, у нее лицо стало вот таким вот... Тут же я понял, что надо форсировать события опять в другую сторону, вот. И, ну, не бойтесь шутить, угорать, потому что для многих мужчин, вернее, большинство из вас выращено таким образом социумом, что у вас есть только одна задача, придя туда к женщине, ваша задача просто максимально ее захвалить, сказать, какая она замечательная, какая она великолепная, какой шикарный выбор, как мы недавно с Игорем занимались индивидуально. Он просто подходит, короче, ну, к девке, которая только зашла в магазин, первую попавшуюся, какое-то платье взяла. Какой шикарный выбор, какой замечательный. Фу, блядь. Ну, то есть девушкам это не нравится, и что мы делаем на индивидуальном, ну, и на практике, когда мы с тобой занимаемся, например, когда мы дергаем тебя из этой толпы. То есть мы подошли к этой девушке и начали говорить, слушай, тебе вообще как, ну, приятно, что мужчина сразу заискивает, сразу вот он так себя ведет. А она такая попала, знаешь, активный разговорщик, начала ей говорить, детка, я такой, конечно, типа, он, блядь, это, ну, слишком перебарщивает. Ему от этого становится стрёмно, ну, почему? Потому что по-хорошему человек не понимал, нужно было его опустить в такую ситуацию с головой, в этот чан. Ну вот, после этого я вам скажу, что очень сильный пошел сдвиг. И он начал, знаешь, в моменте переобуваться, да я вообще что-то там этого не хотел, не делал, не подходит. Она говорит, в смысле? Говорит, что вы за мужчина такой? Мужчина же не должен так делать. Типа, знаешь, и он столько, блядь, боли словил. На самом деле, да, большой подарок, что девушка говорит вот так открыто, тебе открывает глаза. Может тренер 10 раз сказать, но когда девушка это говорит... Это был инсайт, короче, да, вот словил столько боли, поверьте, что после этого он действительно поменялся. У нас очень много способов, ребят, которые мы используем, как бы это ни казалось, ну там, каким бы это ни казалось, вашим нежным и трепетным душем, тфу ты, блядь. То есть, наша задача дать вам результат, ваша задача сделать все для того, чтобы этот результат от нас забрать. Поэтому, смотрим дальше. Или не увидимся. Давай, я наставлю тебе номер телефона, и на этом мы посмотрим. И на этом, короче, ты можешь его там удалить. Не, ну конечно, просто смотри, история такая, что... Я позвоню. Так. А там разберемся. Давай. Записывай. Записывай. 8-9-2-1. 9-2-1. Слушай, а знаешь, что, Таня, я решил, что вот это... Не надо. Ну ладно. Не, подожди, не надо бежать-то сразу, мы же давай попрощаемся. Сразу бежим. Давай. Хотя ты клевая. Пока. Все, давай, всего хорошего. Значит, смотрите, здесь произошла следующая картина, но я вам уже в начале видео говорил, что по причине того, что я фактически женат, и... То есть, я не стал брать номер, специально довел до того момента, что все, вот давай, видите, что она готова была дать. Опять же, вопрос, вызвонилась бы или нет, это под большим вопросом, но я к этому спокойно отношусь, мне не надо рвать на себе волосы из-за этого, да. И даже когда у меня не было любимой женщины, я бы, наверное, этого не стал делать, потому что выбор, которого нет у вас, всегда был у меня. Вот. Причем у вас этого выбора нет, потому что вы сами себя его лишаете. И получается такая тема, что когда я сказал, что не, хотя я не буду брать телефон, она так отворозилась. Ну, мое личное мнение, что девушка обиделась, ну, потому что это вообще, ну, не входит ни в какие рамки. И когда мужчина ведет себя вообще как бы нарушая, разрывая все шаблоны поведения, то есть девушка либо, ну, охреневает, либо она, не знаю, там, обижается, например. То есть я считаю, что она обиделась и отморозилась, даже просто из принципа, как это так, я что-то такая звезда. Хотя, с другой стороны, может быть и такое, что она подумала, ну, и слава богу, что он от меня отъебался. Вот. А что вы думаете по этому поводу? Я хотел бы, чтобы вы в комментариях здесь написали под этим видосом, как вы считаете, она отморозилась на самом деле, да, или она, собственно говоря, ну, подобиделась, да, либо она решила со мной не общаться и подумала, слава богу, напишите, мне будет интересно. И еще, ребят, значит, напоминаю вам об очень важной охренительной новости, то есть в ближайшие дни, это был второй подход из трех моих последних на этом канале, в ближайшие дни стартует марафон, бесплатный марафон, в котором каждый из вас может и просто обязан принять участие. Я в течение целого месяца каждый день буду выкладывать видосы на этом канале, вот, в которых я буду давать конкретные фишки практики поэтапно, прям поступенчато, один за одним. Все видео обязательно нужно смотреть в нужном порядке, обязательно выполнять задания, которые там будут. Для того, чтобы принять участие в марафоне, нужно зарегистрироваться под этим видео. Вот, марафон бесплатный, но регистрация нужна, чтобы вы могли получить оттуда больше пользы, это важно. Плюс, конечно же, жду вас на своих тренингах, также ссылка внизу. Ну, как-то так, это был Шамшурин, смотрите дальше. Осталось еще, знаешь, вентиляцию такую подключить снизу, которые... У тебя можно не вот это, а вот это вот. А я сейчас сильно отвлекаю от процесса? Да-да-да, сильно, сильно. Я не могу не отвлекать просто. Понятно, что это очень... Не-не-не, погодите, сейчас. Да-да-да. Самое главное, стряхнуть с них все, ты так делаешь, как будто, знаешь, там что-то застрял и такая... Не, вы дождите, я прямо на 3 секунды... Вот так, да, стой, вот так, стой, да. Вот эту руку, вот, перышко, перышко, перышко держи. Вот так, вот так. Вот так. Я впервые вижу, что профессиональный фотограф работал на айфон, короче. Да. Как говорится, нам, профессионалам, ничего не страшно, да? Это да. А вы втроем или вы просто... Втроем, там вот стейдж работает. Еще раз здрасте. А вы, как бы, не знаю, родственники или как? Мы сестры, мы три сестры. Блин, ну это здорово. Лиза, все... Я сейчас на 2 секунды тебе прямо пару слов скажу, ты классно выглядишь просто. Прям вот я сейчас верну. Не-не-не, вот сюда вот. Нет. У тебя такие татухи, короче, интересные. А вы просто туристки какие-то или что? Нет. А вот женщины... Нет, подожди, ну сейчас это... Нет, я договорю. А это надолго? А пойдем поговорить, дайте я закончить. Это ненадолго, да? Да. Я сейчас работаю, понимаете? Отойдите, пожалуйста. Очень надолго. Да ну я просто не буду ждать. Нет, нет, я сейчас выду. Тихо. Нет. Нет. Я тебе желаю бобра. Спасибо. В принципе, я бы, наверное, дождался до... Я уже свой выбор сделал у тебя тоже. То есть у всех женщин Питера какие-то крепкие рукопожатели. Спасибо. Она старшая сестра, да? Да, да, да. Надо ее и уложухой. Тебе уложуха прям ты такая.